Многие считают, что спусковым крючком для роста кредитных ставок стало повышение ключевой ставки Центрального банка. Но на самом деле основой для повышения ставок стал рост инфляции. Если внимательно посмотреть на то, как формируется ставка для конечного заемщика для предприятий, то мы увидим. Основной ресурс банков – это депозиты граждан и организации. Доля средств Центрального банка, хоть и выросла в последнее время, но составляет 9,2%. Люди и предприятия не понесут свои сбережения в банке, если ставки по депозитам будут меньше инфляции. Если депозитные ставки в банках ниже инфляции, люди предпочитают тратить на товары длительного пользования и так далее, но не сберегать. Поэтому ставка по депозитам, а значит и по кредитам, не может быть ниже инфляции. И даже если Центральный банк держал бы ставку сейчас на уровне 5,5%, как это было в начале года, при инфляции 8,6% годовых, банки не снижали бы ставки по кредитам, а полученные от Центрального банка ресурсы скорее использовали бы на валютном рынке. Поэтому, если мы хотим снижения ставок по кредитам, нужно снижать инфляцию. Поэтому Центральный банк так много говорит о снижении инфляции. Далее, инфляция. Что это означает? По сути, это налог на бедных. По вопросам, быстрый рост цен остается ключевой проблемой для населения. И когда звучат предложения, давайте за счет инфляции простимулируем экономический рост, то мы должны понимать, что это предложение за счет доходов не очень обеспеченных людей профинансировать не самые эффективные проекты. Наша задача – содействовать тому, чтобы заработал процесс отбора именно эффективных высокопроизводительных проектов в производстве и в импортозамещении. Поэтому Центральный банк, наряду с общей политикой снижения инфляции и повышения для этого необходимого повышения ключевой ставки, учитывая отсутствие длинных денег в экономике, ввел в специальные льготные механизмы рефинансирования. В этом году была объявлена программа рефинансирования под инвестиционные проекты. Кредиты от Центрального банка будут выдаваться на три года по фиксированной ставке на полтора процентных пункта ниже ключевой. Вначале планировалось, что льгота будет один процент, но при последнем повышении ставки, когда мы ее повысили достаточно существенно, мы увеличили эту льготу до полутора процентов. У нас есть специальная программа по малому и среднему бизнесу. Наша ставка по этому продукту сейчас составляет всего 5,5% годовых. Но и с такой ставкой программа, к сожалению, плохо реализуется. И мы планируем ее с представителем малого и среднего бизнеса изменить. Есть программа по поддержке несырьевого экспорта. Сейчас работаем над программой поддержки кредитования сельского хозяйства. Но несмотря на то, что мы реализуем такие программы, это не стандартные механизмы для Центрального банка. Они могут носить ограниченный характер, чтобы не привести к изменению денежно-кредитной политики и не вызвать дополнительное повышение инфляции. Основные же меры поддержки отраслей должны осуществляться в рамках государственных программ, которые реализует правительство. Стратегически мы должны снизить инфляцию, чтобы понизить ставки. Низкая инфляция – это предсказуемость финансовых условий, которая необходима для реализации именно инвестиционных проектов. Однако снижать инфляцию мы не будем в ущерб экономике. И поэтому всегда строго следим за балансом этих двух аспектов – инфляции и экономического роста. Банк России действует постепенно, ориентируясь на плавное замедление инфляции до 4% в течение ближайших трех лет. Нередко звучат сомнения относительно реализуемости и выполнимости этой задачи снижения инфляции до 4%. Мы считаем его вполне реальной, хотя и трудной. Этот уровень в 4% адекватен состоянию российской экономики. Он выше, чем в развитых странах, но ситуация там существенно отличается от нашей. Мы ожидаем, что с учетом принятых нами мер инфляция начнет снижаться со второго квартала 2015 года. К тому времени также в значительной степени будет исчерпано действие тех временных факторов, которые привели к ее росту в этом году. Если бы Банк России сохранил ключевую ставку неизменной или даже снизил, то это имело бы крайне небольшой эффект на экономический рост, но мы имели бы сейчас более слабый рубль и существенно более высокую инфляцию, что создавало бы риски для финансовой стабильности. В дальнейшем, по мере того, как сформируется устойчивая тенденция к снижению инфляции и инфляционных ожиданий, мы будем готовы смягчать денежно-кредитную политику. По нашим оценкам, это станет возможным во втором полугодии 2015 года. Теперь о ситуации на валютном рынке. Для снижения курса рубля были объективные факторы, прежде всего внешние, ограничение доступа наших компаний, банков к внешним финансовым рынкам, снижение цены на нефть, политика Федеральной резервной системы по укреплению доллара. На этом объективном фоне усилилось спекулятивное давление на рубль. Мы приняли целый комплекс мер, направленных на решение двух проблем. Первое – на удовлетворение объективной потребности компаний и банков в иностранной валюте, в том числе для выплаты внешних долгов. И второе – на подавление спекулятивной активности. При этом, как и планировали ранее, отказались от регулярных валютных интервенций и перешли к плавающему курсу. Плавающий курс смягчает воздействие на экономику со стороны негативных внешних факторов. Сейчас ослабление рубля помогает экономике адаптироваться к объективно изменившимся условиям, поддерживает рост экспорта, создает условия для импортозамещения. Важно, чтобы мы не упустили эти возможности. Плавающий курс также приведет, постепенно приведет к тому, что инфляция будет меньше реагировать на колебания курса. Мы на протяжении последних лет уже наблюдали, что степень реакции цен в стране снижается, степень реакции цен на колебания курса. Ускорение инфляции сейчас гораздо меньше, чем если бы аналогичное по масштабам ослабление рубля произошло несколько лет назад. По нашим оценкам, например, несколько лет назад, предшествующих кризису 2008 года, эффект переноса валютного курса, ослабления валютного курса на цены был бы в два раза больше. Но чтобы все плюсы плавающего курса проявили себя в полной мере, нужно некоторое время на адаптацию экономики и участников валютного рынка. Банк России не уходит с валютного рынка. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и готовы оперативно реагировать, в том числе масштабными валютными интервенциями при возникновении рисков для финансовой стабильности. Перейду к ситуации в банковской сфере. В этом году банки столкнулись, с одной стороны, с ограничением традиционных заимствований на западных рынках, а с другой – с повышенным спросом на ресурсы внутри России. И в этих непростых условиях кредитование экономики в этом году выросло на 5,5 триллионов рублей или на 13% с начала года. Вместе с тем, по отчетности банков видно, что качество кредитного портфеля снижается. Но поскольку Центральный банк требовал от коммерческих банков взвешенной достоверной оценки качества суд и формирования под них достаточных резервов и предъявлял более жесткие требования к капиталу, качеству активов, мы считаем, что банки с этой ситуацией справятся. Поскольку банки наращивают кредитование экономики, им необходимы ресурсы. Для большинства банков одним из самых важных источников являются вклады населения. Мы видим, что темп привлечения средств граждан на депозиты замедлился. Тем не менее, показатель прироста вкладов достиг 10% в годовом выражении. Это с учетом валютной переоценки. Без учета валютной переоценки цифра меньше – это 4%. Этот уровень, конечно, ниже прошлогоднего. И, видимо, нужны дополнительные меры для того, чтобы привлечь депозиты в банковскую систему. Для сохранения банками нынешних темпов кредитования многим может потребоваться докапитализация. Это задача собственников банков, решение которой покажет их ответственное отношение к бизнесу, к кредиторам, к вкладчикам банков. Сейчас ряд банков уже ведет работу по докапитализации. За 10 месяцев 2014 года капитал банковского сектора увеличился на 700 миллиардов рублей или на 9,6%. Одной из важнейших задач Банк России ведет в профилактике заболеваний, то есть в выявлении и предупреждении различных проблем банковской системе на ранней стадии. И только в крайнем случае, если в банке ситуация не справляется, мы прибегаем к крайней мере к отзыву лицензии. Банк России последовательно проводит политику усиления надзора для оздоровления и укрепления банковского сектора. Суть этой политики – очищение рынка от хронически неустойчивых или вовлеченных в совершение сомнительных финансовых операций и противоправную деятельность банков. Нужно понимать, что когда Центральный банк отзывает лицензию, альтернативы этому решению нет. Уже все другие меры воздействия исчерпаны. И работа по очищению банковского сектора должна быть реализована во избежание более серьезных проблем, что необходимо для защиты интересов вкладчиков и кредиторов. На сегодняшний день мы констатируем, что значительная часть этой работы уже проведена. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова